Всем привет с вами Витяк Вячеслав и сегодня я вам покажу очень интересную партию партию сыгранную в 91 году белыми играл Василий Иванчук а черными Гарри Каспаро Линарис супер турнир да но сразу скажу что воспоминания об этой партии навеяла другая партия которая стала тоже очень интересной и популярной и в конце я думаю вы поймете о какой партии я говорю ну и давайте перейдем к просмотру итак начнем е4 c5 конь f3 d6 слон b5 шаг да но вот в этой позиции Каспаров сыграл конь d7 он ходил так не один раз но надо сказать что чуть более популярный ход слон d7 и возможен также ход конь c6 итак d4 конь f6 2 0 cd ферз d4 a6 слон d7 слон d7 и слон g5 следует ход а6 да но вот этот ход честно говоря наверное не сильнейший движки предлагают ход е5 который в принципе стал более популярным в дальнейшем да но а6 вызывающий ход следует сход слоны f6 gf и c4 на тот момент это была по сути новинка у черных из минусов это испорченная печная структура да из плюсов это соответственно открытые линии и диагонали для своих фигур да то есть линия g для ладьи также линия c но главная проблема черных это во-первых нехватка пространство а во-вторых пока не очень активные слоны следует ход е6 конь c3 ладья c8 и здесь иванчук сыграл король h1 да вот по мнению движков это тоже не сильнейший ход движки сразу стараются активизировать ту или иную ладью и определиться со расположением либо ладья c1 либо ладья fd1 да но иванчук обладал и обладает весьма креативным стилем да ход король h1 тоже надо сказать довольно таки полезный следует ход h5 a4 h4 h3 естественно допускать ход h3 не следует слон е7 и b4 белый захватывает пространство на ферзьевом фланге а5 и b5 ферзь c7 конь d2 ферзь c5 и ферзь d3 естественно ферзей белые менять не имеет смысла ладья g8 ладья ae1 ферзь g5 и ладья g1 ферзь f4 ладья f1 b6 конь e2 и ферзь a6 да вот ферзь на 6 уже расположен не очень удачно да и вообще главная проблема черных в этой позиции это отсутствие какой-то реальной осязаемой контур игры каспаров целом не любил играть подобные позиции да здесь не так много активности и так много счетной игры в которой каспаров был невероятно силен да и следует ход c5 блестящий ход от василия иванчука да надо сказать что объективно сильнее наверное охоты в 4 сразу выключая черного ферзя и опять же на стороне белых уже довольно таки осязаемый перевес о минусах я уже говорил не очень удачно расположен ферзь на 6 слоны так до сих пор и не вошли в игру не получили активных полей и да но вот иванчук сыграл тоже довольно таки сильно он сыграл да он сыграл c5 и здесь и здесь каспаров допустил по сути решающую ошибку он сыграл ладья c5 да но конечно объективно сильнее был ход dc здесь возможен такой примерный вариант конь c4 ладья b8 ладья d1 слон c8 f4 и после королев 8 возникает очень интересная содержательная позиция да у белых не хватает пешки но у них довольно таки активные фигуры у них перевес пространстве и нас ожидала довольно таки интересная и содержательная борьба но каспаров так не сыграл каспаров сыграл ладья бьет c5 и вот после конь c4 под боем пешка на d6 под боем пешка на b6 и эта позиция уже крайне тяжелая для черных следует ход король f8 конь b6 слон е8 f4 f5 каспаров пытается хоть как-то активизироваться еф ладья f5 ладья c1 король g7 g4 еще один очень сильный ход ладья c5 ладья c5 dc конь c8 да и вот мы видим что фигуры черных прежде всего тяжелые расположены неудачно на королевском фланге да и в принципе слоны тоже слон на e8 вообще практически не имеет активных полей итак следует ход слон f8 fd8 fg6 и f5 да но эта позиция уже абсолютно безнадежная для черных и Василий Иванчук эффектно добивает следует ход fh6 fg5 fh5 и ладья g4 напрочь выключая ферзия из игры следует ход f и конь f4 да следует ход fh8 да и вот именно эта позиция привлекла мое внимание я думаю вы угадаете о какой партии я говорил в начале да но мне интересно пожалуйста оставляйте комментарии и ответы на вопрос о какой же партии я говорил в начале которая как раз и навеяла воспоминания о данной партии которую я показываю а эта партия очень известная и стала тоже крайне популярной итак следует ход ff6 да ну и по сути мат в один ход король h7 и ладья h4 надо сказать что я не припомню ни одной такой партии где Каспарова вот так бы разрывали честно сказать я пересмотрел огромное количество партий Гарри Кимовича но вот пожалуй эта партия для меня произвела самое сильное впечатление да казалось бы легкостью с которой Василий Иванчук разгромил Гарри Каспарова а я надеюсь вам понравился данный пример всем спасибо за внимание и до новых встреч субтитры подогнал «Симон» и до новых встреч субтитры подогнал «Симон»